Я предлагаю приступить к программе проекта. Вот, собственно, четыре секции. Первую из них представит Данила Ковча, арт-директор Яндекса. Вот, Даня, куратор первой секции. Добрый вечер. В основном мы будем намечать разницу между создателем и оформителем. И будем много говорить о работе в рамках бренда и визуального языка. И затронем такую тему, как разрешать конфликт личности и бренда. Потому что, будучи личностью большой компании, у тебя будет оказаться большое давление вокруг, сверху, с ограничением. Но при этом всегда хочется как-то оставить собственный след. Поскольку лекция вводная, во многом она теоретическая, чтобы добавить динамики, мы решили сделать такой формат интервью, такой диалог отцов и детей. В роли детей будем я, мои коллеги и другие дизайнеры разных продуктов. И мы будем рассказывать какую-то заготовленную лекцию. В роли отцов будут выступать какие-то опытные взрослые ребята. Они не обязательно дизайнеры, но они яркие, опытные представители той сферы, о которой будет идти речь. Их функция будет нас останавливать и задавать вопросы. Потому что многие вещи, которые нам кажутся внутренним дизайнером очевидны, на самом деле могут быть совсем не очевидными для вас, как для внешних ребят. И чтобы вопросы звучали естественно, мы, конечно, сто раз репетировали свои лекции, но само интервью мы не репетировали. Поэтому самое интересное, что из этого выйдет. Следующая секция будет прототипирование интерфейсов. И уже о ней расскажет более подробно мой коллега Антон Шейн. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Антон Шейн. Я руковожу службой дизайна интерфейсов поиска и буду вести у вас секцию прототипирования. В рамках моей секции мы рассмотрим, как владение веб-технологиями позволяет дизайнеру создавать интерактивные прототипы продуктов. Тут есть один момент. В этой аудитории собрались люди с совершенно различным уровнем владения веб-технологиями. Кто-то лишь знает какие-то самые-самые основы, другие же ребята имеют за плечами опыт создания продакшен-верстки. В общем, испытали их в бою. Несмотря на это, я постараюсь, чтобы для каждого из вас в моей секции было что-то интересное. Новички освоят основы и получат достаточно знаний для того, чтобы собирать интерактивные прототипы. Ребята более опытные познакомятся с нашей внутренней системой прототипирования интерфейсов, о которой пока нельзя узнать извне. Что ж, я надеюсь, что знания, полученные в моей секции, помогут вам в работе над продуктом. О том, как над ним работать, расскажет мой коллега Тарас. Тарас, тебе слова. Тарас, это я. Вы меня уже видели, но, наверное, не все знаете, что я работаю в поиске и руковожу там интерфейсами поисковой выдачи. А поиск — это сердце Яндекса. Я вам буду рассказывать про создание новых продуктов. Мы будем пробовать с вами сделать это. И тут вот какая штука. Пытаясь создать что-то новое, вы всегда сталкиваетесь с высокой степенью неопределенности. На самом деле никто не знает, как правильно делать, а как неправильно. Поэтому продуктовая работа — это, по сути своей, череда проб, ошибок и выводов. Если вы делаете правильные выводы, вы продвигаетесь вперед. Если выводы неправильные, ну, вы поняли. В этой работе самыми ценными, я считаю, три навыка. Первый — это умение видеть целостную картинку. Второй — это снижать степень неопределенности любыми доступными средствами, какие у вас есть. И третий — это критическое отношение к результатам, в том числе и к результатам вашей собственной работы. Вот всем этим трем навыкам мы будем учиться в рамках моей секции. Чем займемся? Мы с вами попробуем ухватить идею будущего продукта и критически ее оценим. Затем мы предложим решение, которое будет обладать ценностью для потребителя. Воплотим это решение в прототипе. Этот прототип протестируем. Далее под занавес мы попробуем сформулировать требования к первому запуску и коммуникации вашего нового продукта. Я лично буду считать, что справился с задачей, если вы научитесь конструировать дизайн-процесс под ту задачу, которая стоит перед вами. Если вы будете понимать, через какие этапы вам нужно пройти, когда вы придумываете что-то новое. И если вы будете в состоянии аргументировать каждое свое решение, и если потребуется, сможете придумать способ, как его протестировать. Помимо этого я хочу сделать парочку важных замечаний. Первое замечание в том, что не существует золотого стандарта на то, как делать продукты. Все, что мы будем здесь рассказывать, мы будем рассказывать про свой личный опыт. То есть то, что мы сами попробовали, поняли, что для нас это полезно, и, собственно говоря, именно это мы поместили в школу. Вы что-то услышите от нас. И параллельно вы будете слышать другие голоса, другие точки зрения. Обязательно изучайте их. И все, что вам покажется здравым, забирайте к себе в работу. Опять же, потому что не существует универсального инструмента, и мы не претендуем на истину в последней инстанции. Берите в работу все, что вам кажется полезным. Второе замечание следующее. Я уже сказал, что мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы также не претендуем на всеобъемлющий источник знаний, который покроет собой все возможные знания про продуктовую работу. На самом деле это бездонная тема. Копать ее можно очень долго. Дизайн продуктов можно сравнить, наверное, с рассказом, у которого есть начало, но нет конца. Вот начало этому рассказу мы положим, а что с этим дальше будет, во многом будет уже зависеть от вас. Последняя наша секция, четвертая, будет посвящена работе в команде. Курирует эту секцию Лола, и она сейчас вам расскажет, что там будет происходить. Я в этом проекте и жнец, и дудец, и на игре, и, в общем, играю на всех музыкальных инструментах. Да, я куратор четвертой секции, вот она называется «Работа в команде». Ну и, собственно, при создании продукта могут принимать участие один человек или несколько людей. Но нужно понимать, и как раз Тарасовая секция об этом расскажет, что есть определенные роли, без которых никак. Эти роли, конечно, можно совмещать в одном себе, но это очень сложно. Либо делиться этим с другими людьми. Роли, их три, три основные, их может быть больше, но основные три. Роли находятся в конструктивном конфликте. Они все разные, у них разные цели и задачи, и от этого каждый тянет на себя, и получается очень такая хорошая штука. Это, получается, продукт. И продукт получается хорошим, потому что на него смотрят с разных ракурсов, с разных точек. У каждого свои интересы. Так вот, в нашей секции, в четвертой, я ее делала не одна, а со мной целый коллектив ребят, которые будут выступать, мы рассмотрим как раз из чего состоит команда, какую роль в ней играет дизайнер, какая ответственность, какие обязанности у дизайнера. Рассмотрим рамки, в которых находится дизайнер, на что он может влиять, а на что он повлиять не может. Ну, по секрету скажу, я считаю, что может влиять на все, но мы пройдем и рамки, что может, что не может, и как раз поговорим о том, а что вообще во власти дизайнера, как он может влиять на общий результат. Вот он сам своей профессией, своими навыками, что он может делать больше для того, чтобы достичь результата. Также, если говорить про прикладные навыки, что вы будете уметь после секции? Это четыре вещи. Первое. Вы будете уметь, я надеюсь, будете делать это блестяще, будете уметь организовать встречи и их проводить. Научитесь работать с критикой и какими-то конфликтными ситуациями. Также вы сможете вдохновлять свою команду, вы поймете, как это делать. Ну и последнее, это мой любимый пункт. Вы сможете построить или не разрушить уже существующий процесс коллективного мышления. Ну, это когда команда делает все вместе, им по кайфу и хорошо. И что интересно, дизайнер действительно может на это влиять. Ну, в конце секции мы рассмотрим особенности работы в крупной компании на примере Яндекса. Особенности есть. Я все. Передаю слово Тарасу. Секции у нас четыре, а логических частей на самом деле пять. Вот эта пятая часть — это работа над вашим собственным проектом. Ну, он будущий продукт, так что, в общем-то, можно и так, и так. Она последняя, но на самом деле она идет параллельно с первыми четырьмя секциями. Я, например, считаю ее самой важной, потому что ее цель — сподвигнуть вас к самостоятельной работе, чтобы вы самостоятельно столкнулись вот с той самой неопределенностью и начали как-то с нею разбираться. Вы должны будете сами принимать решения и делать выводы. То есть в этой работе как бы вы сами рулите. Можно, наверное, сказать, что вот эта вот часть уже началась, потому что на этой неделе, к концу этой недели, вам нужно будет определиться с темой проекта. Итак, еще раз проговорю требования к вашим проектам. Первое требование — это должно быть что-то несложное, небольшое. Ну, то есть проект размером с условно Инстаграм. Нечто построено вокруг какого-то одного очень явного сценария применения. Второе. Ваш проект должен каким-то образом дополнять линейку продуктов Яндекса, то есть становиться плюс одним продуктом в линейке Яндекса. И третье. С точки зрения подачи, визуальной подачи, этот проект должен выглядеть так, как будто он уже делался в Яндексе, а вы являетесь дизайнером Яндекса. Рассказ короткий, но важный, потому что если вы на старте что-то не поймете, то дальше все может отклониться непредсказуемо. Прежде чем мы приступим к настоящим занятиям в нашей школе, хочется начать формировать у вас правильное понимание того, что вы услышите от нас о дизайне и о Яндексе. Почему это важно? Обучаясь в школе, вы начнете, если этого уже с вами не произошло, то начнете более внимательно всматриваться в Яндекс, в его продукты, в то, как все это сделано. И вполне вероятно, что у вас будут возникать вопросы, а почему так? Вот хочется, чтобы у вас появилось понимание, почему это так. И хочется, чтобы между нами установился какой-то общий язык, чтобы мы начали разговаривать на одном языке с вами. Интересно будет сейчас, насколько то, что я расскажу, совпадет или не совпадет с вашим личным опытом. А потом после занятий, когда мы пойдем уже тусить на балкон к Воложу, вы сможете совместно все это обсудить друг с другом. Будет прикольно, если точки зрения разойдутся. Это, кстати, нормально и как раз наоборот даже интересно. Я сегодня вкратце расскажу про дизайн в технологической компании. Вот так, как я это понимаю. Понимаю немного, поэтому рассказ короткий. Прежде чем приступить к тому, что технологическая компания, бла-бла, вот все такое, нужно, наверное, все-таки разобраться, что мы поднимаем под технологической компании, какие компании вообще еще бывают. Вот условно все компании можно разделить, наверное, на три больших типа. Первый тип – это компании, которые зарабатывают на дизайне, они весь свой бизнес строят вокруг дизайна. Часто это, наверное, проявляется в том, что такая компания очень мощно транслирует какое-то свое видение того, как должно быть. Но если она успешная, то большому количеству людей это видение нравится, они превращаются в последователей, которые начинают соответствовать тому образу, который формирует компания. Второй тип компании – это компании, которые строят бизнес на коммерции. Ну, то есть как бы практически работают напрямую с деньгами. Либо делают что-то очень такое с точки зрения бизнеса несложное, что очень быстро конвертируется в деньги. И третий тип – это компании, которые строят свой бизнес на технологиях. То есть эти компании что-то создали или еще каким-то образом заполучили в свое пользование что-то очень сложное, что очень сложно повторить. И на базе этого они строят свои продукты, которые в силу того, что это очень сложно повторить, становятся уникальными. Вокруг этого можно строить большое количество продуктов. Давайте немножко потренируемся. Понятно, что деление условное, поэтому сделаем это на нескольких примерах. Вот смотрите. Первый пример из IT-сферы. Три компании – Apple, Amazon и Google. Вот как вы думаете, какую из компаний куда можно отнести? Ну, начнем с Apple. Вот, мнения, видите, разошлись. Окей. Amazon. Коммерция. Ну и Google. А почему не дизайн? Я чуть позже про это скажу. Да, на самом деле все смешано, но в данном случае как бы вот эта вот поляризация такая, она умышлена. Смотрите, как распределил эти компании я. Ну, Apple относится к дизайну, потому что ребята все-таки, несмотря на высокие технологии и так далее, все-таки как бы они заботятся о внешнем виде, об использовании. Ну, даже если вы мельком на них взглянете, они выделяются на фоне остальных продуктов, которые пытаются быть аналогичными им. Amazon коммерция, все правильно. Почему? Потому что как бы все-таки это логистика в основном, это большое количество отправляющихся посылок, товаров, то есть как бы они с деньгами напрямую в каком-то смысле работают и забирают какой-то процентик от того объема товаров, ну, стоимости объема товаров, который сквозь себя они пропускают. Последний — Google. Google вкладывается в технологии прежде всего. Вот, например, здесь на картинке изображена скорее технология, чем продукт, потому что, ну, если вы знаете, то очки как технология, но они офигенные. Да, но как бы правда жизни состоит в том, что пока не придумали как бы зачем. Вот, ну, вот, но потенциал классный. Другая тройка. Мальчикам понравится. Автомобили. Aston Martin, Ford и Tesla Motors. Тут, наверное, даже проще уже. Вот. Итак, Aston Martin куда отнесете? Ага, тут как бы все уже хором. Хорошо, а Ford? Коммерция. Ну, понятно, Tesla осталась технология. В общем-то, я также расставил их, хотя здесь так же, как с Apple, например, в случае с Aston Martin. На самом деле это спортивная тачка. Очень мощная. Несмотря на все навороты, которые находятся у нее под капотом, все-таки ее продают как роскошь. Вот. Роскошь, которая доводится до ума чуть ли не руками. Ford — это такие рабочие лошадки. То есть, как бы, линейка моделей у Ford просто огромная. На все случаи жизни у них есть автомобиль. Технология, ну, понятно, Tesla. Потому что внутри этого автомобиля очень много того, что другие автомобильные концерны пока не рискуют вводить в массовое производство. Здесь, ну, во-первых, это электрокар. Как бы, да, у других производителей тоже есть электрокары. Но здесь тач-интерфейсы. Здесь глубокое управление железом через просто касание пальцем экрана. Они сейчас занялись искусственным интеллектом. И скоро, наверное, машина будет в рутинных каких-то задачах забирать на себя управление автомобилем. То есть, короче говоря, это практически уже звездолет. Вот. Ну, и так как фокус приходится на технологии, понятно, что модельный ряд у них вот такусенький. Вот. Ну, как бы, у них был Roadster сначала, с Roadster наигрались. Потом пошли все-таки немножко куда-то в сторону более дешевых автомобилей. Но он по-прежнему не дешев. Не дешев, потому что это сложно сделать. Девочки могут подключаться. Одежда, но, правда, спортивная. Три бренда. Nike, Demix и Asics. Куда отнесете Nike? Дизайн. Почему не технологии? Ага. Потому что вам продают именно все-таки всю эту вещь, как элемент стрит-фэшена. Окей. Demix. Коммерция. Хорошо. Ну, Asics осталась опять технология. В общем-то, предсказуемо я точно так же все это распределил. Вот он. Вот она, визуальная коммуникация. Бежит красота. Неописуемая. Вот. В общем, как бы, уже после этого не очень важно, как бы, какие технологии, что там. Demix для меня это просто супермаркет про спорт. Там они делают все, на эту картинку просто не влезло. Все, что они делают. Они делают футбольные ворота, баскетбольные мячи, боксерские перчатки. В общем, по-моему, нет спортивного товара, который они не производят. Ну, и Asics — это ребята, двинутые на технологиях. У них в Японии свой собственный исследовательский центр, который изучает движение, механику движения человека и пытается каким-то образом сделать это движение, что ли, еще более оптимальным. Я не знаю, как правильно выразиться. Вот на картинке изображен спортсмен, весь уклеенный датчиками. И там по краям тоже специальная какая-то аппаратура, которая снимает телеметрию с этих датчиков. Примерно критерии понятны, да, как мы относим компании к технологическим, дизайнерским, либо коммерческим. Яндекс — это прежде всего технологическая компания, потому что технология в Яндексе обладает наивысшей ценностью. То есть в тех случаях, когда нужно решить вопрос, что поменяем, технологию или дизайн, поменяют дизайн. Потому что дизайн гораздо более эластичен в этом месте, чем технология. Технологию менять сложнее, дольше, дороже. Нужно, наверное, задаться вопросом, почему так? Ответ, наверное, находится в истории появления Яндекса. Вообще говоря, Яндекс начался с технологии. Поисковая технология появилась, а применения ей сразу вот так вот не нашлось. То есть это применение искалось. И постепенно появился тот самый Яндекс, который вы уже сейчас знаете. Создавался этот Яндекс людьми, которые в первую очередь мыслят про технологии. В книжке вы найдете историю про то, как... Ох, я уже не помню, был ли это Комтек или это была уже Аркадия. Но, в общем говоря, там описывается, что в конце коридора самая последняя комната была отведена под программистов, в которой сидел Илюша Сигалович и другие ребята, которые, в общем-то, как бы занимались не пойми чем. Потому что компания с этого не получала ни рубля. И так длилась годами до тех пор, пока не нашлось применения тому, что создали эти ребята. Еще важно понимать, кто стоит у истоков компании. Вот у истоков компании стоят вот эти три основателя. У всех этих людей техническое образование. Илья Сигалович является автором многих поисковых технологий, которые находятся в основе Яндекса. Лена Калмановская работала программистом. Придя в Яндекс, она уже выполняла другие функции, но, в общем, Лена программировала. За Аркадия Юрьевича я точно не скажу. Вот, как бы лично я не видел, чтобы он писал код. То, что он неплохо разбирается в IT-сфере и технологиях, это точно. Можете поверить на слово. Вот представьте себе, вот собираются эти трое людей и, как бы, какую компанию они, в принципе, могут создать. То есть, в общем-то, как бы, это же некое детище. Тот Яндекс, который мы сейчас знаем, во многом это результат мысли этих людей. Постепенно к ним примкнули другие люди, которые разделяли эти взгляды. И вот таким вот образом мы превратились в большой Яндекс, который сейчас проводит школу. Что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что все эти вещи очень сильно влияют на то, какой путь избирает компания. В какой-то момент времени это начинает влиять на все остальное вокруг. В том числе и на дизайн. Вот давайте посмотрим, как в нашем дизайне сейчас проявляются технологии. Ну вот смотрите, это стартовый экран Яндекс.Такси. Где я вижу здесь проявление технологии? Ну, первое, самое очевидное, карта с нанесенными на нее вот этими точечками такси. Во-первых, как бы, за всем за этим стоит технология. Вот, это не просто картинка, это живая карта, на которой нанесены реальные данные. Дальше. Наши технологии пытаются просочиться в интерфейс в виде каких-то данных. Вот смотрите, сколько данных на этом экране. Ну, мой телефон реальный подставили, запомнили его, это ладно, это как бы все умеют. Вот. Смотрите, мы всячески подчеркиваем, что мы знаем что-то, какую-то статистику. Вот мы говорим, что 8338 машин сейчас онлайн. Мы знаем среднее время подачи. Вот. То есть мы всячески пытаемся в интерфейсе подчеркнуть некое наше технологическое знание о мире. Можно сделать еще интереснее. То есть, например, если вы пытаетесь решить реальную задачу, то есть пытаетесь воспользоваться этим вот сервисом, вызвать такси, вы куда-то опаздываете, вам правда важно успеть туда вовремя. Можно сделать еще веселее. Вот так. Вот. Здесь уже двойной информационный слой на карте. Помимо того, что вы видите автомобили, вы еще можете прикинуть, как бы, а вы доберетесь, не доберетесь. Возможно, что поверх этого можно потом додумать и сделать некое предсказание. Стоит вам сейчас ехать на такси или не стоит. Вот. Ну, это я уже сейчас как бы загнался. Но на самом деле, как бы, действительно, можно вот такими вот слоями укладывать технологии, и вы будете это как в каком-то виде видеть в интерфейсе. Конечно же, классификация, которая была на старте, она очень-очень условная. Но это очень сильное упрощение. Правда в том, что любая компания вынуждена заниматься всем. Она в той или иной степени занимается и дизайном, и коммерцией, и технологиями. Просто в зависимости от выбранного пути пропорции этих трех вещей разные. Если бы вот я закончил рассказ, было бы странно немножко. То есть я у вас всех тут собрал таких. Сначала как бы я отфильтровал 780 человек, собрал оставшихся 31, и взял и рассказал им, что у нас в Яндексе рулят всем технологии, поэтому у нас интерфейсы могут делать обычные программисты. Все, расходимся. На самом деле не так. Компания сейчас движется от технологий в сторону дизайна. И я попытаюсь объяснить на маленьких детальках, как постепенно происходит вот это движение. Вот наша обновленная поисковая выдача. Если вы помните, какая она была, не знаю, год назад или два года назад, когда еще стрелка была толстая и с градиентом. Вот есть два маленьких, но очень важных нюанса. Первый. Обратите внимание, куда ушло количество найденного ответов. Раньше эта цифра стояла под логотипом. Она была черного цвета. И Яндекс всегда говорил, нашлось такое-то количество ответов по любому запросу. То есть как бы это долгое время было нашей фишкой, вот это найдется все. Сейчас потихонечку эта информация начинает сдвигаться, и теперь она стоит скромненько рядом с запросом, и она теперь серенькая. Почему? Потому что информации так много, что вот по данному запросу находится 24 тысячи качественных ответов. Вам жизни не хватит прочитать столько, да и не надо. На самом деле людей интересует первая десятка, максимум первая двадцатка ответов. Второй момент. Это иконка, находящаяся чуть-чуть правее крестика. Это иконка расширенного поиска, и она работает вот таким вот образом. То есть если ее нажать, то вы получаете фильтры для дополнительной фильтрации поисковой выдачи. Раньше это было два слова. Это был расширенный поиск, и штука эта была прямо находилась в теле желтой стрелки. Ну, стрелка тогда была большая и позволяла это сделать. Кроме этого, вот этих вот полей, которые можно там как-то каким-то образом покрутить, было гораздо больше. Это занимало полтора экрана. И помимо этого был еще язык из спецсимволов состоящий, когда там всякими палочками и крючочками можно было там, помимо обычного запроса, еще набрать кучу абракадабра какой-то, которая избавляла вас от перехода на отдельную страницу, где вы могли вот играться со всеми этими переключателями. Вот, постепенно это все уходит. Теперь эта вещь не такая важная, она теперь просто вот иконка, находящаяся в поисковой строчке, как говорящая вам, да, есть еще дополнительные инструменты, позволяющие вам повысить релевантность выдачи, если вам это нужно. То, какое она была раньше, это было чрезмерное усложнение. То есть, как бы, оно было сделано не потому, что оно было нужно кому-то, а потому что могли. Ну, то есть, как бы, технология позволяла. Ну, а когда позволяет, там, ну, остановиться сложно, поэтому наворотили очень много всего. Вот. Сейчас, как бы, есть статистика, говорящая о том, что далеко не все это было нужно, и остались только те фильтры, которые реально использовались людьми. И опять же, если вот так вот пробросить все это в будущее, то я вангую, что постепенно и количество найденного, и иконка с расширенным поиском должны будут уйти, потому что если мы развиваем наши технологии, то постепенно технология может сама определять момент, когда нужно показывать эту информацию. Во всех остальных случаях это ненужный мусор, который просто будет отсутствовать на экране. Вот то, что я вам сейчас пытался объяснить, это первые зачатки дизайнерского мышления, когда вы пляшете не от технологии, не от того, что технология позволяет вам это сделать, а вы начинаете думать, зачем это нужно тем людям, которым вы это даете. Давайте попробуем подытожить. Что такое дизайн в технологической компании? Прежде всего, вы должны запомнить, что дизайн в технологической компании глух к красоте ради красоты. Заказчиком здесь является технология, то есть заказчиком к дизайнеру выступает технология. И результат работы дизайнера принимается с точки зрения, работает это или не работает, а не красивенько, приятненько, желтенько. Ну, в общем, вот это все уже отметается. Наверное, это ключевая мысль вот в моем выступлении. Теперь, когда вы будете сталкиваться с какими-то странностями в интерфейсе, которые вам кажутся странностями, не торопитесь их критиковать, попытайтесь их проанализировать. Причины нужно искать в типе бизнеса компании. Ну, то есть если вы чуть-чуть поразбираетесь в этом, то вы сможете найти себе объяснение, почему так. Причины могут найтись в личностях основателя этой компании, потому что, ну, компания — это некое детище. И причины можно найти в аудитории этого продукта. Понятно, что продукты могут обладать совершенно разной аудиторией. Вы пользуетесь одним, ваш друг, например, пользуется каким-то аналогом, но при этом они различаются. И вам может быть искренне непонятно, почему другу нравится что-то, что не нравится вам. Вот это говорит о том, что вы попадаете в разные аудитории. И аудитория того продукта, что называется, проголосовала за то, чтобы тот продукт изменился таким образом. Если вы будете понимать, что за каким-либо дизайнерским решением стоит, как правило, не криворукость дизайнера, а, ну, нечто более сложное, зачастую неочевидное вам, как внешнему человеку, вот, это сделает вас более зрелым дизайнером. Вы сможете тогда смотреть на вещи именно с такой точки зрения. То есть брать вещь, анализировать ее и пытаться понять, почему она такая. Ну, методом реверсивного мышления, реверсивного дизайна. Все, спасибо. Мы продолжаем наше первое организационное занятие. И сейчас мы поговорим про особенности обучения у взрослых людей. И я очень вот хотела бы, ну, насколько у меня получится, со всей страстью передать вам то, что знаю я. Потому что это правда, ну, я, в общем, думаю, что вы об этом каждый день не слышали, и вам это должно пригодиться даже в будущем, когда вы сами будете кому-то что-то рассказывать и пытаться в чью-то голову что-то положить. Ну, в общем, смотрите, у взрослых людей есть свои особенности. Есть, они не такие, как дети. Дети более открыты ко всему. Ну, потому что у них нет опыта, а взрослые нет. Давайте для начала достанем из ваших сумочек прекрасных, достанем ручку и листики. Значит, сейчас у вас будет задачка, которую нужно будет решить. Решить за, ну, я думаю, 15-20 секунд. Добро пожаловать в технологическую компанию. Это Яндекс. Вот сейчас будет первая задачка. Сейчас мы в деле посмотрим, как работает мозг у взрослого человека. Есть задача. Вы видите 9 точек, и вам нужно соединить эти 9 точек 4-мя прямыми линиями, не отрывая руку от листа. Давайте, рисуйте точки. Вам дается на это буквально там, я до 5 считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. 20 секунд. Так, выходи, давай, покажи. У нас есть победитель. Есть победитель. Это круто вообще на самом деле. Круто. Второй класс, мы победили. Давай. Вроде не отрываем. Держи. Давай, наверное, черным маркером, чтобы для красоты. Черный наш любимый цвет. Не парься, если... А, не отрывая. Не-не-не. Я просто ошибся. Надо было вот так. Ай, молодец. Ну, только до конца аж довести-то надо. Нет, до конца, может, смелее бы что-то доводим. Давай еще разочек зелененьким, чтобы всем было понятно. Видите, да? Что очень важно было выйти вот за вот эти границы. Вот эта вот вся штука. Я увидела, что люди, в общем, постарались, но все-таки, в общем, так получилось, что все примерно... Где эти девять-то? А, вот-вот. Что все примерно, в общем, как-то вот погрязли вот в этом квадрате. И потом уже что-то пытались уже здесь и такие, и как-то так. Так, и, в общем, это вполне объяснимо. Когда взрослый человек видит какую-либо задачу, вам поставили задачу, вы смотрите на нее. Вот ребенок, ему не с чем ассоциировать. А вы, у вас мозг так устроен, что он сразу же ищет ассоциации. Вы видите эти точки. Они действительно похожи на квадрат. И мозг начинает отчаянно бороться за этот квадрат, и потом уже входить вглубь, и что-то здесь уже внутри. Ну да, сейчас я вот тут, а потом тут что-нибудь придумаю. Так вот, так устроен мозг взрослого человека. Он смотрит и говорит, я это где-то видел. Точно, это квадрат. Ага, сейчас я вот так, вот так сделаю. Ну, это вот первая демонстрация. Значит, давайте продолжим разговор про то, как устроены мы и как устроено мышление взрослого человека. Каждый из вас, ну, уже у нас точно совершенно в этой аудитории находятся люди старше 15 лет. Да, старше 15. Это на самом деле уже совсем взрослые люди. И у каждого из вас уже есть свои представления. Свои представления о себе, о жизни, о ваших друзьях. Я думаю, о любви, о компании, в которой вы работаете. О компании, в которой вы хотели бы работать. О том, что вы хотите впереди. О том, с кем вы живете по соседству. И еще много-много чего. У вас уже есть свои представления об окружающем мире. Все эти представления мы условно назовем крестиками. Это то, что вы знаете. То, что у вас в жизни было. И то, что уже ваше. И этого не отнять. Когда вы приходите учиться, вы хотите получить что-то новое. Давайте назовем новое. Ну, собственно, это крестики и нолики. Нолик. Новое – это нолик. А то, что вы знаете, или то, что похоже на то, что вы знаете, это крестик. Так вот, собственно, как происходит процесс обучения. Вот смотрите. Например, сейчас выходит Даня. Даня, Даня, Даня. Даня. Сейчас вот выходит Даня сюда и говорит. Крестик. Крестик, крестик, крестик. Вот как вы считаете? Вот вам сказали крестик. Как вообще крестик зайдет у вас? Ну, как? Ноликом. Ноликом? Не. Хорошо зайдет? Я могу показать, как. Давай. Я этого не знала. Спасибо, Тарас. Круто. Это сюрприз. Круто. Это видно? Вам видно? Это сделал Тарас, я вроде не знала. Но еще смотрите, все верно. Крестик заходит просто отлично. А выходит, например, выберу сразу Тараса. Тарас вам скажет нолик. Вот как вы думаете, как нолик-то зайдет у вас? Ну, вот как нолик будет заходить? Сложно. Сложно. А как еще? Долго. Оптимисты. А еще? Что, уже нолик? Ну, примерно вот так. Видно вон? Видно нолик? Действительно, нолик, честно говоря, скорее всего, зайдет вас, если. То точно не сразу. Что нужно сделать, чтобы нолик зашел? Нужно быть готовыми к нему. Нужно быть предрасположенными к тому, чтобы услышать что-то новое. Смотрите. Механика происходящего понятна и хороша. Если говорить про повседневную жизнь, то то, что в вас не заходят с первого раза нолики, это правильно. Это говорит о том, что у вас есть критическое мышление и свой взгляд на мир. Если бы они заходили как пирожки, вы были бы странными бесхребетными существами. У вас не было бы своего мнения ни о чем. И страшно жить, честно говоря, было бы. Ну, то есть непонятно, куда бы вас эта дорожка с ноликами завела. Однако, когда вы приходите в аудиторию, где вас никто не обидит, куда вы пришли учиться, и где вас должны за эти нолики в большом количестве, вот в этом месте вам нужно научиться, знаете, как бы работать вот как раз с этим барьером. Работать с барьером непринятия. Это нормально, что вы нолик не принимаете, но вы теперь должны рефлексировать. Сейчас я вам напомню одну ситуацию, которая в жизни наверняка у вас частенько случается. Вот вы встречаетесь с человеком, вам что-то от него нужно, вам интересно то, что он сейчас будет рассказывать. Вот сейчас вот прям поднимите руки, у кого это было. Вы встречаетесь, вам интересно его слушать, и он начинает вам что-то рассказывать, а рассказ у него долгий, потому что вопрос сложный. И вы в какой-то момент, вы слушаете его, слушаете, а в какой-то момент понимаете, что у него губы шевелятся, а вы думаете про велосипед в парке Горького. Было такое? Поднимите руки, у кого было. Так, тут у нас супермены, окей. Значит, что происходит в этом случае? Вы теряете концентрацию внимания. И наверняка этот вопрос, ну мы сейчас не говорим про какой-то просто там бла-бла-бла, а мы говорим про серьезные вещи, вот вам что-то рассказывает, все, вы устали, мозг устал, не воспринимает. Значит, нужно сделать из этого два вывода. Давай выводы. Будьте открыты для нового, для того, вот когда вы слушаете какой-то нолик, да, пошел нолик, вы, например, отвлеклись, что-то не услышали, а, окей. Потом все-таки опять нолик, нолик, он такой заходит, 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 и опять раз, и просела внимания. И потом снова, 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 потом вообще как-то устали, уже вот какую-то лажу он там говорит, и снова опять, нет, я буду напрягаться, окей, вот опять нолик. И вот смотрите, такой нолик такой получился прекрасный. На что он похож? На крестик. Ваше сознание будет еще трансформировать то, что вы слышите. Короче, если сказать коротко, пожалуйста, рефлексируйте вот на все, что вы здесь будете слышать. Старайтесь это записывать, старайтесь это воспринимать. Если, особенно если у вас идет отторжение, вот какой-то материал, не знаю, кто-то из выступающих что-то говорит, а вам вообще типа, чё? Вот вы, когда это слышите, и вот это чё, оно сразу должно вас так, ага, так, нолик пошел. Пожалуйста, просто дайте себе возможность, запишите это, дайте возможность себе поработать с этим позже. Мы, кстати, не призываем вас к тому, чтобы вы все воспринимали, все впитывали. Вы, может быть, так и останетесь при своем мнении, что какую-то фигню сказали, мне это не пригодится, мне это не надо. Но имейте в виду, что эффект вас настигнет. Если вы записали, если вы потом когда-нибудь об этом подумали или к этому вернулись, вам это может очень сильно пригодиться. Давайте перейдем к истории про ошибки. Значит, смотрите, когда взрослый человек принимает решение учиться, он делает этот выбор осознанно. Это не школьник, который идет по инерции в институт. Это человек, который решил уделить время, свое личное свободное, оторвать его от семьи, взять деньги, их потратить, поступить в институт, в школу какую-нибудь, на курсы пойти, мастера себе найти, у него заниматься. В общем, это всегда осознанное решение. Что происходит, когда взрослые люди приходят учиться? Поначалу, когда преподаватели что-то им говорят, все происходит отлично. Они слушают, записывают, тренируются даже там какие-то, ну, когда индивидуальные задания, его там можно шу-шу-шу пошуршать самому, они это все делают прекрасно. Однако, поверьте, я это видела, когда приходит время дать первую обратную связь, выйти, выступить, рассказать о себе, рассказать про свой проект или что-то презентовать. И вообще сделать что-то на аудитории, происходят страшные вещи. Ну, все помнят школу, вот, и то, как вызывают там по журналу, как все молятся. Хорошо, что у меня фамилия Наке, у меня фамилия Наке, я вообще счастливый человек, правда, ручка иногда в середину все время падает. Вот, и в этот момент происходят дикие вещи. Вроде все взрослые люди, а все прячутся. И преподавателю как-то странно, типа, ну, не школа же, вы же сюда пришли, там, денег кучу отвалили. И им тоже вроде как, ну, как-то вот что-то вот происходит. Вот скажите, что происходит вообще с людьми в таких случаях? Вот нужно выйти рассказать о себе. У вас, кстати, у всех это тоже предстоит. Не сегодня, сейчас расслабляемся. Да, и вот что происходит в этом моменте? Почему людям, ну, что с ним происходит? Страх аудитории. Страх аудитории, что еще? Стесняются. Верно, стесняются. Умница, вообще, правильно. И страх, и стеснение. Но самое главное, очень страшно, у меня аж вот, ааа, сейчас прям почувствовала. Очень страшно выйти и сделать какую-то фигню, и что вот все, особенно там вот эти красивые девчонки, подумают, что я такой дурак, вообще ужасно. Ну, в общем, смотрите, страх сделать ошибку, это очень большое препятствие на пути к обучению. Правда, я очень надеюсь, что я сейчас выгляжу для вас не как там, там, не знаю, какая-то старушка, которая сейчас какую-то фигню говорит. Правда, поверьте, как только вы начнете зажиматься и не будете активно вовлекаться и что-то делать, у вас, ну, просто остановится или даже не продолжится, умрет и не начавшись ваше обучение. Чем больше ошибок вы совершите здесь, тем вам же лучше. Ну, собственно, у меня из этого выстекают две хорошие новости. Значит, первая новость, ошибаться вы будете все, и, поверьте, выступать вы будете все. Значит, и вторая хорошая новость, это то самое место, вот наш проект, где нужно ошибаться в больших количествах. Смотрите, собственно, давайте поговорим, вот это такая штука, про которую я руководитель уже очень давно, и своим людям я частенько про укроп рассказываю. Про укроп. Итак, вот представьте, что вы приходите в аудиторию, презентуете свой проект, у вас наверняка у каждого были ситуации, когда вы заказчикам презентовали свои проекты, и проект вам нравится, и вы так старались, и результат, главное, нравится, и подготовились, и с дедлайном не налажали, и все такие хорошенькие, рубашечки беленькие вот так застегнутые, и все такое прям хипсти-хипсти, и они все такие собрались важные такие, ну, сейчас вот вы им вот прям шикардос покажете. А вы, значит, такие выходите, и улыбаетесь, и прям зажигаете, и вам прям нравится, как все идет, и смотрите, что-то вот не заходит как-то, и прям, ну, они как-то стесняются на вас, не поглядут, а вы же такой нарядные, и все такое хорошее, и вот она презентация. А вы не знаете, что у вас на зубах укроп висит, и он такой вот висит, он прям висит, висит, и он прям в глаза лезет, а им так стыдно, ужасно вообще, они стараются на вас не смотреть, потому что и сказать они не могут. и, в общем, ну и все, вот прям какой-то такой бедный пацан, и укроп-то на зубах, вот, вот как вы думаете, вот вам бы вообще, если бы вы в такую ситуацию попали, вот хотелось бы, чтобы вам сказали про укроп? Хотелось бы? Ну кому вот было бы все равно? На самом деле это так, все бы хотели, чтобы им сказали про укроп, укропом может быть все что угодно, там, не знаю, все бы хотели, чтобы сказали, а почему люди не говорят другим людям про укроп? Вот вы как считаете? Обидит, ну это ты хорошо думаешь про людей, но правильно, есть и такие случаи, а еще что? Правильно, дела нет до этого вообще, так, а еще что, Саша, ты сейчас как? Реакцию не знаю. Правильно, вот это мой любимый ответ, хотя главнее всего у Гарри, а такой именно человеколюбивый у Андрея. Все верно, люди не скажут вам про укроп по двум причинам, во-первых, им на вас, увы, плевать. Ну то есть вот я все хотела подобрать какое-то слово помягче, но, к сожалению, зачастую, особенно уж простите, особенно в больших мегаполисах, правда плевать. Ну то есть вот они как бы не будут париться. Во-вторых, сказать вам про укроп, выйти из зоны личного комфорта. Да как знает вообще, как вы отреагируете, ты может там ненормальный какой-то, тебе скажут, обидишься и уйдешь. Поэтому люди предпочитают просто ничего не говорить. А кто скажет? Кто скажет про укроп? Правильно, кому не все равно. Это люди, которые в вас заинтересованы. А скажите, ну вот, в принципе-то, большинство уже все-таки старше 20 и ближе к 25. Вот как много людей, которым не все равно в вашей жизни? Ну вот как много людей в вашей жизни? Давайте так, у кого есть таких 5, которым не все равно? Ну давайте, разминайтесь, а то так тоже вы все замерзете. Отлично, у кого есть 10? Ну и в общем, если продолжать так по нарастающей, вообще печаль такова в жизни, что чем вы старше, тем таких людей все меньше, меньше и меньше. Значит, да, действительно, таких людей немного. Это близкие люди, это люди по какой-то причине в вас заинтересованные. Люди, которым не все равно. Таких людей обязательно нужно беречь. Беречь, их нужно искать. И если они у вас, чем старше вы становитесь, появляются, очень ими дорожить. Ну, к чему я это все говорю? К тому, что вот все люди, которых вы видите здесь, с которыми вы будете взаимодействовать, это как раз те самые люди. Нам правда вообще не все равно. И мы будем вам давать обратную связь. В Яндексе обратная связь — это ключевая штука, без которой вы не сможете быть в этой компании успешными. Субтитры удобнее. Субтитры удобнее. Продолжение следует...